Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Живу я на севере Свердловской области, в маленьком городе Волчанский, стране из веса 115 кг. И мой результат уже минус 20 кг. И чтобы не повторяться для моих новых зрителей, подробности обо мне внизу в описании. Сразу скажу, если вам понравится мое видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень-очень приятно. Сегодня 9 января, воскресенье, мы с мужем в лесу, в нашем Уральском лесу, вы слышите шум, наверное, это шумит трасса, тут проходит северный широтный коридор, который из Екатеринбурга идет, вывдели туда, далеко-далеко на север. Вот, очень большая такая трасса, прям трасса. Так, мои хорошие, знаете, о чем хотела сегодня поговорить? Ирочка Милан, привет тебе! Мы вчера с моей подписчицей Ирочкой переписывались в комментариях. Дело в том, что я вчера затронула тему подтягивания кожи во время постройнения. Потому что одна из причин, почему я не хочу стройнеть быстро, это чтобы кожа успевала подтягиваться. Потому что, как я уже говорила, когда я резко начала много сбрасывать, у меня прям стало провисать и на лице, и на руках. В общем, когда я стройнела в 32 года, я тогда похудела на 25 килограмм, где-то за полгода, наверное, может быть, даже месяцев за 5. Но в 32 года это не 50. Кожа там у меня как бы успевала за моими сброшенными килограммами, сейчас все по-другому. Дело в том, что, во-первых, возраст, понимаете, кожа у нас это такой орган, который постоянно обновляется, постоянно регенерируется, и он должен успевать. И резкий сброс веса в нашем возрасте ведет вообще к необратимым последствиям. То есть с возрастом уменьшается у нас производство, по-моему, эластин, называется экологен, который у нас вот отвечает за кожу. И тут есть еще один немаловажный фактор. Резкий сброс веса для организма – это всегда стресс. А что у нас при стрессе происходит? У нас выбрасывается гормон стресса кортизол, который, оказывается, это, кстати, можете проверить, эту информацию я вычитала в интернете. Этот гормон тоже влияет на производство как раз вот этих вот веществ – коллагена и эластина. Вот поэтому вам любой врач, любой диетолог скажет, что нормальный сброс веса – это не больше трех килограмм в месяц. Ну, три с половиной, ну, четыре края, ну, это и то для молодых. А вот уже в нашем возрасте, знаете, оптимальное два с половиной. То есть, чтобы, во-первых, и лишнего стресса не было для организма, и чтобы кожа успевала. Еще я делаю упражнения. У меня гантели есть дома. Вот, честно, не помню, сколько килограмм они или полтора. Я их беру, значит, две руки, развожу ручки вот так вот, держу гантели и держу сколько могу. Это такое напряжение, вот, и мышцы подтягиваются, ну, и кожа-то, конечно, не знаю. Многие девочки показывают, что они делают какие-то маски там, да, что-то это. Я купила этот ролик такой нефитовый, ну, забываю про него. Дело в том, что, видимо, у меня может быть еще кожа такая. Я абсолютно не пользуюсь никакими ни кремами, ни масками. Поэтому я смотрю девочек, да, блогеров, которые показывают, как они маски там накладывают, то-се. У меня ни мама, ни обе бабушки. У нас дома никогда не было никаких кремов для лица. Ну, вообще. Ну, она у меня вообще-то комбинированная кожа. То есть, зона Т, вот она более такая жирненькая, да. Есть у меня крем, это когда вот по морозу нагуляешься или что, особенно зимой, бывает небольшое шелушение. Я вот шелушащиеся участки чуть-чуть смазываю кремом. И дело в том, что у меня очень чувствительные глаза. Пыталась я, да, ухаживать за собой, купила там какой-то дорогой крем. Мажусь, допустим, на ночь, да. Утром я не могу открыть глаза. У меня все отекшее. У меня глаза просто горят, они опухли все. Ну, видимо, вот какой-то вот у меня, не требует у меня кожи никаких масок, никаких этих самых. Я говорю, вот это. Вот, как могла, рассказала. Поэтому ничего я такое пока не делала. У меня мамочка никогда ничего такого не делала. Вот. Ну, мы все разные, мы все, каждый человек уникален. У каждого свой набор всего. Поэтому всегда говорю, каждый ищет все под себя. Муж у меня там ветки ломает для метелки. Вот. А я тут гуляю по этой красоте. Ну, все, мои солнышки, поболтала я тут с вами. Тарелочки покажу. Ну, и, конечно, будет песня. Все. Люблю вас, обнимаю, целую. У меня самые-самые-самые лучшие. Мы с мужем возвращаемся. Наломал он метелку во двор. Да, мои дорогие, кто, как и я, поклонники биатлона. Потому что я поклонник. Поздравляю с двумя нашими победами. Мы спешим вернуться. Сейчас будет еще биатлон. Вот. Победил Саша Логина в спринте. И вчера победили наши еще Бабиков и Кристиночка Резцова. Вот. Ну, все. Мы пойдем. Вот такая вот у нас красотища. Вот такая. Значит, готовлю себе завтрак. Я сегодня не буду записывать вот это вот все. Потому что у меня будет то же самое. У меня будет точно такой же завтрак. На обед у меня также будет борщ. И на ужин еще осталась как раз порция рыбки с фруктиками. Поэтому писать я ничего не буду. Может быть, покажу. Так. Значит, творог. 100 грамм 5-процентного. Вот что это такое? Это я вечером. Посмотрите, какое густое. Положила в баночку своего вот йогурта. И добавила 3 чайные ложечки семян чья. Кто еще не знает, что это за хорошая штучка, посмотрите в интернете. Ой, это и клетчатка. Здесь посмотрите и белка сколько. И омега-3 тут кислоты. И... Ой, столько полезных свойств вот у этой вещи. На вкус немножечко напоминает зернышки мака. Но это такая твердая. Так, мои дорогие. Не проверила сразу все фрагменты. И при форматировании произошла накладочка. У меня там обрыв ролика. Завтрака. Значит, когда рассказывала про семена чья, что они тверденькие. Это я потом немножко вот сейчас переснимаю. Поэтому их рекомендуют с вечера, значит, в йогурт насыпать и поставить в холодильник. И они немножечко набухают. Становятся лучше для усваивания организмом. Все, я их добавляю к творогу. И там у меня была еще клубничка. Моя замороженная. Которую я из морозилки перекладываю в холодильник. На ночь добавила к йогурту. Еще был у меня кусочек моего пирога с фруктами полезного. Так, и что еще? Да, и кусочек сыра. А сейчас, мои дорогие, обед. Да, вот иногда бывают такие накладки. Мой обед. Это борщ и кусочек хлеба. А еще будет ложечка сметанки. Вот, как я вам говорила, мое меню будет такое же, как вчера. Да, мои дорогие, я же пришла и взвешила гантели. Они, оказывается, по 2 килограмма. Но самое интересное, что одна из них 2,100, а другая 2,024. Вот такими гантелями, оказывается, я пользуюсь. И, наконец, мои дорогие, мой потрясающий ужин. Это мой муж запекал горбушу. Вот здесь кусочек горбуши. В духовке с тыквой. Вот эта оранжевенькая, это тыква. И с фруктами ананас, лимон, яблочки. Там еще даже есть мандаринки. Вот, это я просто выложила все остаточки, что были на противне. Тут еще вот пара картошечек есть. Запекали отдельно, без масла, тоже в духовочке. Но не факт, что я это все съем. Дело в том, что у нас есть серое лохматое чудовище, которого зовут Маркиз. И он у нас не против всего. Так что, ну вот так получилось, просто что там уже оставалось. Вот. И мой день практически все такой же. Все, мои солнышки. Целую вас. Обнимаю. Пока-пока. И зимняя песня. У леса на опушке Жила зима в избушке Она снежки солила В березовой кадушке Она сучила пряжу Она откала холсты Ковала ледяные Да над речками мосты Ой, потолок ледяной Дверь скрипучая За шершавой стеной Тьма колючая Как шагнешь за порог Всюду и ней А из окон порог синий-синий Ходила на охоту Гранила серебро Сажала тонкий месяц В хрустальное ведро Деревьям шубы шила Тарила санный путь А после в лес спешила Чтоб в избушке отдохнуть Потолок ледяной Дверь скрипучая За шершавой стеной Тьма колючая Как шагнешь за порог Всюду и ней А из окон порог синий-синий Потолок ледяной Дверь скрипучая За шершавой стеной Тьма колючая Как шагнешь за порог Всюду и ней А из окон порог синий-синий Вот такая зимняя песенка для вас, мои дорогие